Выезжаем из Краснодара, направление моря, город Геленджик. Посмотрим, что будет с пробками. Обещают очень большие пробки в горячем ключе. Посмотрим, как движутся машины в сторону моря. На выезде из города машин не особо много. Спереди камера на 60. И так знаем, что здесь везде камеры. Мы выезжаем через Яблоновский мост, Южный обход и далее по трассе. М4 будет кусочек, а может быть не будет. М4 идет на Новороссийск, а мы едем на горячий ключ и на Геленджик. Нет, я смотрела на Новороссийск. На М4? Да. И куда? Идется строительство моста. Уже, наверное, второй год. Да, если не больше. Из-за него тут тоже бывают пробки. Но, во всяком случае, дорога не пустая, как мы думали. Машин нормально. Как будто сейчас уже часов 9. Мы переезжаем через реку Кубань. На Яблоновском мосту сейчас находимся. Все, Краснодар остался сзади. И это уже у нас Республика Адыгея. Так, мы едем через газет. Хотя навигатор нас везет на... С ума сошел просто навигатор. Он хочет, чтобы мы ехали по Новороссийской трассе. А там в районе Кабардинки постоянно собирается пробка. Причем многочасовая. Мы едем на трассу М4, все-таки М4, через горячий ключ. Хотя в горячем ключе тоже собираются бешеные пробки. Ну вот посмотрим, насколько она будет большая. Тем более, сегодня суббота. Она может быть еще больше, чем обычно. Ну, посмотрим, что там будет. Машин много. Разные регионы. И Ростов, и что там еще было? Держитесь в Алии. А я не знаю. Ставрополь. Пока что машин не очень много, но много. И в обратную сторону тоже их много. А на зеленом фоне это вот что было? Магистра. 110 километров разрешенное, но плюс еще 19. А у нас сколько? У нас на 25. Ой. Вот по такой бы дороге. Поверните направо. Минут через 40 уже были бы в Джухбе. Уже были бы в Джухбе, да. В Джухбе. А куда нас навигатор сойдет? На Новороссийскую трассу, то есть мы должны развернуться. Венетушки. Мы разворачиваться не будем. Все. Навигатор понял, что бороться с нами бесполезно, и в Новороссийск мы не поедем. Впереди немножко даже туман какой-то. В Саратовску мы проехали уже. Впереди Саратовская. А здесь все в тумане. Так необычно прямо. Через 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. Какое-то предчувствие пробки. Причем такой глобальный. Это что, уже? Уже. Еще до Горячего Ключа не доехали. Да, предчувствие его не обманули. Это и была большая Горячо-Ключевская пробка. Мы еще до Горячего Ключа не доехали. Мы еще не доехали до Горячего Ключа и до него еще ехать. Не знаю, сколько. Еще ехать. Река Русина щель. Ну, во всяком случае, вот я смотрю номера машин. Наш Краснодарский край в основном. Ну, попадаются и московские номера, и ростовские. Ребята из Ростова, наверное, выезжают. Ну, на Рязань впереди. Рязань. Ребята из Ростова, наверное, выезжают часов 12 ночи. Не, ну, тут ехать-то 3,5 часа. Ну, или как? 40 минут, как мы заехали в пробку. Было 6.14. Сейчас 6.55. Горячий Ключ. Краснодарский край. Курорт целебной воды. Стоим, движемся или стоим, ну, по чуть-чуть движемся. Машин полно. И что надо сделать в пробке? Перекусить. У нас с собой бутербродики. Все как положено. Ровно час, как мы стоим в пробке. Ну, потихоньку движемся. Но машин много. Все хотят ехать, но не получается. Довольно милая сыробарня. Посмотри. Можно выйти, купить сыра, покушать, сесть в машину, не выходя из пробки. И ехать дальше. Ну, мы уже рядом с горячим ключом. Только краснота. Краснота. Ну, он. Краснота. Краснота на гугле. Нет, на Яндексе. На Яндексе. Вот даже так. Ну, а как по-другому? Вот так и едем. Вот такая вот картина. Туман не рассеивается. Пробка не рассасывается. До горячего ключа мы так уже и еще и не доехали. Да, еще далеко до поворота. Так что, какая-то аномальная зона. Ну, конечно, обочечники. Те, у кого не выдерживают нервы, их можно понять, но все-таки все-таки это нарушение. Ребята создают еще большую пробку, чем она могла была, чем она есть. Самое пробочное место, это был горячий ключ. Там, где получается такое вливание из горячего ключа еще в трассу. Ну, вот. Горячий ключ уже перечеркнут. Пробка не кончается. Вот. И сейчас 7.53. А в пробку мы въехали в 6.14. Ну, вот, потихоньку мы вроде бы поехали. А может, еще и нет. Ну, без малого 2 часа у нас ушло на пробку горячий ключ. Ну, вот уже едем. Что я хочу сказать? Я не увидела никакой причины, по которой собирается пробка. Не было ни аварии, ни ремонта дороги, ничего. То есть, что сделать? Какой надо вывод? Что... Ну, а бочечники, они появились в результате пробки. Если бы дорога была, наверное, спроектирована правильно, и... Еще вот этот цветофорчик. А, вот еще и светофор здесь. Вот. Это вообще его надо было вообще вырубить в это время. Ну, вот. Да, и, наверное, этот светофор тоже как-то влияет. Но здесь уже все едут нормально. Ну, а здесь одна горлышко. Да. Ну, вот почему там собралась пробка такая двухчасовая? Вот. Из-за чего? Из-за того, что неправильно спроектирована дорога, я думаю. Но если там все время собираются, значит, сделать надо было ну, на один ряд больше, наверное. Или как? Или они все собирались именно здесь, на этом светофоре? Ну, в общем, науке это неизвестно. Горячий ключ. Где-то здесь гора Петушок. Наверное, проехали уже. Красивое место. Горячий ключ. Приятный курорт. И до Джубки у нас остается 56 километров. Ну, впереди нас ждет еще одна пробочка, судя по навигатору. Красивая горная дорога, появилось солнышко. Все-таки горячий ключ – это какая-то аномальная зона. Туман, пробка, необъяснимая. что-то там такой, параллельный мир какой-то. Ну, а сейчас вот все красиво. Вот началась вторая пробочка. у нас 8.25. Ну, эта пробка просто красненькая. Если возле горячего ключа она была почти черная, темно-бордовая, здесь есть надежда, что мы проедем быстрее. Ну, вот стоим. Практически стоим. Вот такая ползучая пробка. Половину проехали, нет? Нет. Половину пробки еще не проехали. Но она хотя бы не стоячая. Мы вот так потихонечку едем. Дорога красивая. На обочинах попадаются продавцы лисичек. Такие симпатичные желтенькие грибочки. Но нам сейчас не до грибочков. Нам главное попасть в город Геленджик. Давай до него еще. А вот и лисички. А вот и наша пробочка. У нас сейчас 9 часов утра. Пробка не заканчивается. Дорога красивая. За бортом 24 градуса тепла. Направляемся к морю. Трасса М4. Ну, сейчас 9.05. Можно сказать, что пробка закончилась. Можно или нельзя. Во всяком случае, мы едем. Скорость у нас 35 километров в час. Сейчас. Ну вот, едем. Посередине очень красивые полосочки нарисованы. Можно было бы третью полосу, наверное, сделать. А может быть и нельзя. Не знаю. Но я бы сделала. Ну да, пробка уже закончилась. Ура, ура. Едем дальше. Горская. В Удиму уже 4 часа. В хорошие времена мы бы уже давно доехали до Геленджика. Уже бы плавали в море. Ну, сейчас мы еще даже не доехали до Геленджика. Ну, пока не забывали. Но уже скоро. Здесь проверим на трассу М4. Слушаемся и повинуемся. Кому в Сочи сейчас будут поворачивать налево, на Туапсе налево, направо, на Геленджик. Прямо 69 километров. И мы уцели. Пробок больше нет. Пока. Пока можно расслабиться, передохнуть, заехать наперекур. Налево была бухта Инал. А мы едем по поселку Бжит. Это уже трасса вдоль моря. Но моря с трассы не видно. И хорошо. Мы не мешаем отдыхающим. Едем по поселку Архипа Осиповка. Или Архипка, как ее называют местные. Дорога проходит прямо по самому поселку. Море у нас с левой стороны остается. Маршрут перестроен? Нет. Маршрут наш не перестроен. Маршрут наш ведет в город Геленджик. Проезжаем знаменитый Михайловский перевал. Здесь многие останавливаются. Покушать, отдохнуть. Сейчас проедем Михайловский перевал. И уже до Геленджика останется совсем чуть-чуть. Км. 15. Ну вот, практически мы приехали в Геленджик. Времени сейчас 10.46. Мы ехали больше пяти часов. Судя по всему, пробки у нас забрали где-то два с половиной часа. Двухчасовая пробка самая большая. Это была именно в горячем ключе. Температура за бортом 31 градус. Практически мы въезжаем уже в Геленджик. С левой стороны уже видно море. Впереди море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова